Здравствуйте! Всем привет из иностранки. Я на четвёртом этаже на выставке вселины Гутенберга. Посмотрите, какие здесь книги в библиотеке в книжном шкафу. А вот впереди и сама выставка. Ну, я бы, конечно, рекомендовала её посмотреть, но, к сожалению, почти все мои друзья уехали отсюда. Да и моя беседа сегодня будет не о Гутенберге, не о Петрарке, выставка которого здесь индивидуально всё о том же, о происходящей трагедии, о её причинах и моих выводах о ней. Ещё раз повторю, что это всё на основании великих учений, великих учёных. И тема всё та же. Назовите его по-другому. И я скажу о том, да, вечеринку бурно обсудили. Ещё сейчас более неистово и бурно обсуждают интервью. Повторю, что произошедшее уже более четырёх лет назад было причиной вот этих событий 24 февраля и 7 октября. И всё это разработки искусственного интеллекта. И он ведёт эту войну. Эта война по этим войнам идут по его сценарию. Ну и несколько напоминаний. Волновое воздействие молекулярными, биологии, психологии проводились и до ковид-воздействия. Я об этом писала и говорила неоднократно. И ещё раз повторю, что в происходящем несколько достижений в кавычках современной науки, включая и клонирование, загрузка программы мозга, максимально приближенной голосом, манерами, поведением и текстами, в которые добавлены предложения, не соответствующие оригиналу. Неужели это непонятно? Впрочем, почти все обозреватели, политологи, стримеры в чём-то полезли в особенности детства, в постель, в черты характера, не имеющие никакого отношения к сути происходящего сейчас? Не видеть с огнестрельными войнами вот этих 24-го, 7-го разработку искусственного интеллекта, но хотя бы по изменившемуся поведению всех, вернее, очень многих, очень официальных лиц, вот этих единогласно заседающих, вот этого покорно равнодушного или, наоборот, взбешённого народа, это и есть психотропное воздействие. Как это не видеть? Удивительно. Для понимания этого не обязательно обладать каким-то особым умом, памятью, логикой. Воздействие ошибки научной разработки, как сказал Джеффри Сакс. Происходящая всемирная трагедия и цивилизация, волновое распространение ковид не укладывается ни в ошибку научной разработки, ни даже в аварию. Вот так. Замечу, что вчера Арестович сказал об особенностях нового типа войны. Надеюсь, что вы прислушаетесь к нему хотя бы в этих моментах. Ещё раз повторю, что мне очень грустно в очередной раз говорить всем вам о совершенно таких вот понятных вещах. Я понимаю, что вы дилетанты в науке, но вот до такой степени, ну неужели вы ничего не знали о клонировании? Неужели вы приняли на веру, что если клонирование запрещено, то его не было? Ну, как в это можно верить? Вот так. Как вы могли поверить про эти гранаты в карманах, марихуану? Как? Я очень надеюсь, что наступит время, что... Вернее, когда человечество, ну или хотя бы часть его, поймёт истину в произошедшем. Она страшнее войны. Она есть крах цивилизации. Вот такая чудесная выставка библиотеки иностранной литературы. Редактор субтитров